Это бесценно. Это обыграть Федерера Вавренку. Это был мой дебют за сборную Казахстана. В Женеве, там, 15-ти зрителей. Есть ли такая вот какая-то тактика, когда ты играешь против Федерера? Если бы не теннис, то? Самые крутые победы в твоей карьере? Я знаю только две. Это Фонини и, естественно, Федерер Вавренка в паре. Ну, это... Я долго их переваривал. Спустя года я там пересматривал хайлайты и так далее. Я тоже. Я только одно могу сказать, что это просто... Во-первых, я благодарен, наверное, судьбе какой-то теннисной, что у меня довелось сыграть такие матчи, потому что не у всех, наверное, даже выпадает такая возможность. А самое главное, что те эмоции, которые я испытал, та эйфория, да, после матча, ну, ты ни за какие деньги ты не купишь. Это бесценно. Это обыграть там Федерера Вавренку. Это был мой дебют за сборную Казахстана. В Женеве, там, 15-й зрителей, обыграть Фонини, решающий матч, перенести, то есть победу сборной, когда там реально решалось такой эксклюзив небольшой, там решалось реально за 5 минут до матча, кто пойдет. Там или я, или Андрей Голубев. То есть, ну... Как это было решено? Жребий? Нет, там решил президент Федерации тенниса Казахстана, Булат Жумитович. Он выслушал мнение всех капитанов, капитана, тренеров по ФП и так далее, ну, которые все, как бы, тренерский состав. Кто-то говорил, там, Андрей, кто-то говорил, Саша, я там за такое. И он просто принял, ну, волевое такое решение, потому что, как бы, все не знали, ну, как бы, что делать. Он сказал... Ты. Ты идешь. Было волнение такое, как ответственность. Да какое волнение? У меня была ракетка, знаешь, когда выходишь на такой матч, мне кажется, ракетка вместо, там, 400 грамм весит, там, 10 килограмм. И ты так... Вот так? Бьешь? Да, в 100%. Но я это четко помню. По матчу с Фониньо, наверное, не так, потому что это все было, знаешь, так быстро. Ты играешь, я пошел быстро там разминаться. В принципе, все уже было готово, но все равно, как бы, нас предупреждали, что, возможно, будет там решение между нами приниматься. Вот. Но когда я знал заранее, что я буду играть против Федера Вавренке пару, ну, я не знаю, как можно было психологически к этому подготовиться. У меня не было опыта никакого. То есть таких матчей, на таких аренах, такая ответственность. И то есть я выходил, я, честно говоря, не знал, что ожидать. И когда я вышел, когда это все услышал, мне так сковало, ракетка 10 килограмм. Думаю, как играть, что делать, куда бежать, как бы, не забыть бы ничего там. А если бы ты сравнил две эмоции, одну, допустим, как совместную от Федерера и Фонини, и вот ту, когда ты обыграл первый раз ребенка, который был сыном тренера. Нет, Федерера и Фонини, это бесспорно. То есть эта эмоция была уже более осознанная? Да, да, это эмоция осознанная, это уже более профессиональное отношение. Нет, ну, это детская эмоция, это такое, это была вспышка и все. А там уже конкретно я получил осознанное удовольствие, кайф от момента, когда ты, как бы, один из главных, знаешь, там, все внимание на тебя, там, все прыгают, все там. Ну, это неописуемо, это бесценно. Я же говорю, я, это ни за какие деньги не купишь. И я думаю, что такие эмоции в жизни повторить очень нужно. Невозможно. Я считаю, что вообще, вот, если говорить о плохих, о плохих вещах, которые влечет за собой профспорт, вот, о зависимостях разного рода, в том числе и алкоголических, и наркотических, то почему это такой часто распространенный для меня случай, когда бывшие спортсмены, вот, профы не находят себя в жизни, именно вот из-за отсутствия этих эмоций, которые были настолько яркими в их спортивных карьерах, что потом, когда жизнь спортивная заканчивается, деньги есть, покупное неинтересно, а получить эту эмоцию им неоткуда. Нечем заменить ее. Да, она незаменима. И они ее ищут, и, имея достаток, находят ее, к сожалению, не там, где надо. Получает ее, но она искусственная, и она разрушает. Это мое мнение. Да, да, я согласен. Получаю те эмоции на корты, как бы, получая удовлетворение проделанной работы. Это тоже очень важно. Это не покупное? Да, это ты не можешь нигде повторить. Поэтому, к сожалению, да, такие случаи есть, но каждый делает, так говорится, свой выбор. Такой вопрос. Я не знаю, просто, ну, вообще немыслимо даже спросить. Есть ли такая вот какая-то тактика, когда вот ты играешь против Федереро? Ну, вот ты говоришь, что если сванение, это было так, типа, вот выбирали, да? В против Федереро, допустим, этот матч был заранее. Я не знаю, как на таком уровне это делается. Например, допустим, я знаю, как на уровне футбольной команды это делается, анализируются какие-то... Есть какая-то слабая... Куда подавать? Слушай, на самом деле, на тот момент я не думаю, что был какой-то супер, там, глубокий тактический анализ. Во-первых, потому что на тот момент я и Андрей, да, Голубев, мы играли как два одиночника. Это сейчас, когда мы там играем специализированно пару, мы там уже что-то лучше делаем, как парники. Но в тот момент мы играли тупо как одиночники. Одиночный тандем, соединенный пар. Да, да, то есть 100%. То есть давай будем так говорить. Два одиночника, соединенные в пару, неплохого уровня одиночники. Вот и все. И на тот момент, как мне казалось, мы просто должны были брать каким-то желанием, какие-то, знаешь, там, экстра эмоции, знаешь, какое-то. Потому что как-то пытаться опираться на какие-то слабые стороны того же Вавренки, да. Ну, например, самое простое на тот момент, я помню, что Вавренка, он тот год выиграл, по-моему, Австралию, надали в финале. Но в первый день против Андрея он так играл, типа, для своего уровня. Андрей сыграл супер, он его обыграл, по-моему, в четырех сетах. Вот. Но мы тогда понимали, что Вавренка мог быть каким-то слабым звеном. То есть, может быть, какой-то акцент на него был сделан. Но куда мы подавали тогда ФДРРу, я не помню уже, если честно. То есть, никакого такого анализа лучше начали играть, подавал вправо, принял хуже, сделал резный, принял хуже. Просто розыгрыш шел, как шел. Да, да. То есть, мы там чувствовали, окей, я там чувствую подачу под лево. И все равно там, окей, слева у него лучше, неважно. То есть, мы как-то опирались на свои какие-то сильные стороны и отталкивались от этого. И плюс эмоция. Все равно это должно было брать каким-то... за кортом, да? Это что-то было такое эмоциональное, желание и так далее. Хорошо. Тогда и последний вопрос по ФДРРу. Я считаю, что у любого игрока, который выходит играть, в большей, меньшей степени есть такая оценка, игрок сильнее меня или слабее меня. И вот, когда выходишь играть против таких людей, у тебя внутренне есть такая мысль проиграть достойно. А потом в процессе игры возникает такой момент, бляха, можно выиграть. Не, всегда я пытаюсь убить такое в себе. И даже сейчас такое есть. Знаешь, когда ты, допустим, вышел в финал ATP. Думаешь, блин, уже хорошо. Уже, ну, как бы нормально. Знаешь, и такое уже удовольствуется этим результатом. Это очень такое опасное, блин. И то же самое, когда ты выходишь против человека, там, какого-то заведомо лучше тебя. И ты думаешь, блин, ну, проиграть там 6-3-6-4. Плюс-минус. Да, нормально, да. То есть, ну, не уехал на велосипеде, да, там, 0-0. Уже хорошо. Это очень обманчиво. Надо все равно быть, может быть, как-то это и глупо звучит, да, там, на фоне Федеррера и так далее. Но все равно надо быть пытаться максималистом. В любом случае. Получилось, не получилось? Это уже второй вопрос. Но я бы лучше выбрал бы уже сейчас выйти с ментальностью на победу, но проиграв, допустим, 6-1-6-1, чем выйти с ментальностью, а давай достойно проиграю и проиграть там 7-6-7-6. Ну, условно, знаешь, там, по счету. Не, я бы выбрал на переламывать себя ментально, чтобы все равно настраивать себя на максимальный результат. И все равно даже сейчас с моим каким-то опытом, да, каким-то багажом знаний, все равно это где-то у меня проскакивает, случается. И я себя ловлю на мысль, что, не-не-не, Саш, давай как-то хватит уже. Да, давай уже. Но был такой момент в игре именно вот против Федеррера и Вавренки, когда вот внутренне ты почувствовал, что вот это уже будет недостойный проигрыш, а это уже будет жалко, если вы не выиграете. Да. И что в этот момент вот был такой, как страх еще раз. Такой же, как перед началом. Жалко, жалко было упустить 100%, потому что мы вели, по-моему, 2-0 по сетам, проиграли третий. Трибуны как-то начали больше их поддерживать, понятное дело, что намечался какой-то камбэк. И я так думаю, блин, вести 2-0 по сетам, проиграть в пяти, думаю, блин, не, не прикольно. Ну и потом, конечно, там такой нервный был тайбрейк четвертого сета, по-моему, там 9-7 мы что ли выиграли. И когда это все случилось, у меня так прям такой взрыв эмоций, как бы все, конец, наконец-то, все, хватит, хватит, хватит играть, все, мы выиграли, спасибо, все. Ты был в сознании, вот ты когда жал руку Федереру, ты понимал, что ты жмешь Федереру руку, которую ты обыграл? Не особо, я сейчас просматриваю, я так вижу, что там, скажем так, по-простому, пятюню ему дал, вот, но на тот момент, не, я не понимал. То есть у меня была, ну, победа, супер, все, а потом уже сознание, блин, это ж как бы... То есть это было почти неосознанно? Да, нет. До какого возраста ты планируешь играть и думал ли о том, что будешь делать, если или когда закончишь? Ну, играть тяжелый вопрос, я, наверное, может себе еще оставляю, там, год-два. У меня есть стиль, еще я голоден, скажем так, результатом, я чувствую, что я могу еще лучше что-то сделать, чего-то достичь. Но самое главное, наверное, все-таки здоровье. Если здоровье будет позволять играть так, как я могу играть, без каких-либо ограничений, то я думаю, год-два я, наверное, еще буду. Но, опять же, загадывать это такое дело. Что делать после? Хороший вопрос. Я больше, вот, крайние пару лет я склоняюсь к тому, что мне бы хотелось бы те знания и тот опыт, который у меня есть, попробовать применить какому-то игроку, если это игроку будет интересно, и протестировать как бы себя, в том числе и тренера, будет ли от этого какой-то результат. То есть мне бы это хотелось. То есть ты рассматриваешь себя тренером? Да, я бы рассматривал тренера не детского. У меня нет таких знаний, не юниора, наверное, потому что все равно, если тренировать, это своя специфика. У меня нет таких знаний, я это абсолютно понимаю адекватно. Я бы не взялся, сейчас бы тренировать детей и так далее. Но какой-то переходный период от юниора к профессионалу или уже какой-то начинающий этап профессионала, мне было бы интересно, смогу ли я что-то привнести в игру игрока, чтобы ему это помогло. Если бы ты разделил три вещи в игроке, а может быть их больше, но вот нет, особо там, такие особо важные, я считаю, три, в процентном соотношении, что если ты взял бы вот сто процентов, это успех и три вещи. Техническая подготовка, физическая, ментальность. Сколько бы в процентном соотношении ты бы составил на технику, на физическую и на ментальную подготовку? Сколько в твоем понимании процентов, какая часть должна занимать у успешного спортсмена? Моё сугубо мнение. Давай так, 20 техника, 30 физика, 50 ментальность. Объясню почему. Техника, мы видим очень разные техники, криво, косо, как-то непонятно, Фабрис Санторо и так далее. Понятное дело, что в идеальном варианте это там, кого там эталон техник, федерер, балет, теннис и так далее, супер. Но мы все знаем, что одного удара справа, как у Федерера, его никто не сможет сделать. Есть Грегор Димитров, мало чем отличающий по технике. Условно. Да, но вряд ли там что-то. То есть это 20%. 30% я оставляю физике. Почему? Потому что сейчас уже физика подготовка поднялась на такой уровень. Как бы все знают. Прыгать, бегать, не уставать и так далее, и так далее, и так далее. Все уже там фитнес-тренера, уже куча есть программ. Чего хочешь. То есть это можно натренировать, было бы здоровье. Ментальность это совсем другое. Я очень много вижу матчей, где я с многими общался, я не буду говорить с кем, но многие игроки топ уровня говорят, что да, все умеют бить, все умеют прыгать, бегать, не уставать и так далее. Но все здесь. Какой-то момент наступает. Раз и все. То есть даже, я бы даже, может, ментальность, даже техника может 10%, может 25% физика, все остальное это ментальность. Это я говорю про топ уровень. Да, это я точно так же думаю, что если изначально у меня такой есть, ну не тест, я не могу его никак провести, но я уверен, что если бы у меня была какая-то финансовая возможность, или просто мне надо было бы это сделать, не знаю, просто под доказательство, что если бы я привел какого-то родителя, который не знал бы фамилии, имен, на какой-то топовый турнир до 18-16 лет, где это были дети бы не с телевизора. И условно там играл там молодой Фольги Руны или молодой Алькарас, да, и какой-то человек стоящий не первый, а сороковой в мире, то до определенного счета 4-4, там, третьего сета разницы между ними не было бы. Что этот момент, он... Условно. Да. То есть потом этот момент бы отразился, и ты бы увидел, кто стоит первый, кто сороковой. А так, в принципе, все умеют бить, все бегают, все перебивают. И, наверное, тот момент еще, что в детском возрасте эту ментальность, наверное, в ущерб результату можно больше увидеть. Потому что кто-то, знаешь, там, в ущерб результату начинает там качать и так далее, а кто-то, наоборот, войдет в корт и ударит, ошибется, но он проявит какую-то решительность, что ли, там. Да, но это очень важно правильно отслеживать, потому что, возвращаясь к вопросу, который был вначале, с больными родителями, которые ставят в приоритет результат, они сами заставляют пренебрегать ментальностью достигать результат. То же самое, как мы рассказывали про тонкую грань. Должен быть результат, баланс между результатом и качеством игры. А ты считаешь, что большинство, вот если взять тренерского состава в целом, я немного там в мире тренеров знаю, что очень многие тренера, допустим, те же, которые готовы сегодня учиться и там развиваться, их немного, но, допустим, такие есть, они все пытаются научиться технике и тактике. Но почему-то очень мало тренеров именно уделяют времени ментальной подготовке, что вот они думают, вот, типа, игрок сформирован, он научился бежать, он может отжиматься, он вынослив. Но никто не понимает, что все вот эти вот знания приобретенные, они, ну, в конечном итоге, они не будут иметь смысла, если слаба ментальность. Я согласен с этим, я не могу говорить за всех тренеров. Понятное дело, что, можно так сказать, наверное, это все-таки какая-то старая, старые стереотипы, наверное, да, что техника должна быть красивая, ты должен там быстро бегать, долго бегать и так далее. Ментальность, там, типа, выплывет, знаешь, типа, ну, сам по себе. Да, сам по себе. Ну, это все, это процесс, это долгий психология, можно как сломать и как подбодрить и так далее. Для кого-то тренер должен сидеть и там вскакивать на каждый мяч, там, кулак, а для кого-то наоборот, там, сидеть, там, с каменным лицом, там, и ничего не говорить. Это, это тоже должна быть совместимость игрока и тренера в тот же момент. Они должны, ну, понять химию. Как это работает для конкретного игрока и человека, тренера и так далее. Если говорить про учатся они или нет, мне тяжело сказать, но это, та психология, наверное, это какой-то более, такой, адванс левел, более высокий. Это не то, что там справа. Не, она должна ложиться, мне просто кажется, на базу технических и тактических знаний, там, физических тех же готовностей. Но самое тяжелое вот именно для меня, даже когда я вот начинал там работать тренером, я спрашивал там, ну, кто-то знает, как взять хватку, кто-то знает, как делать замах. Эти знания можно где-то взять, но в итоге, когда даже ты готовишь игрока, ты в итоге, ну, сталкиваешься с вопросом, что игрок, который сформирован, если он в итоге, у него нету этого здесь, то все, что ты построил, это как дом без фундамента. То есть при первой буре все улетает. Это то же самое, как я и говорю, что совершенный игрок, это комплекс куча всего. У кого-то есть здоровье, но нет, там, я не знаю, денег поехать. У кого-то есть деньги поехать, но нету там ментальности, там, знаешь, там, мажор какой-то, ему это нафиг не надо. Не понимаю, зачем. Да, то есть и так далее, и так далее. Тут можно куча разных примеров, чтобы это весь пазл там сложиться. Ну, вот получается там один на сто лет какой-то Джокович на Дальфе Деререр, все. Ну, а остальные, да, добротные теннисисты, но я не хочу там никого обидеть, но я не знаю, возьми там игроков в десятке. Сколько из них выиграли шлемы? Три. Ну, там, условно. Или когда там я вижу картинку там на Фейсбуке, где три человека стоят там Джокович на Дальфе Деререр, и у них суммарное количество выигранных шлемов там, что-то там, да, там, под 70. И все остальные там с 90-го года какого-то, ну, то есть, это, это высочайший уровень. Как этому научить, я не могу сказать. Все равно мы все люди, все равно, знаешь, там кто-то подаст двойную на матчболе, там, рука там труханет и так далее. Но это нормально, это, это нервы, мы все люди. Найти какого-то железного, кто там выйдет, я не знаю, там, у соперника матчбол подать вторую кик и побежать к сетке, там, выиграть мяч, там, блин. Научить этому. Да, научить этому невозможно. Это тоже, это природное. Там тоже ты говорил, там, мутэ, да, найти такого там, он сумасшедший, ну, в плане там на корте он реально с ума сходит. Но, тем не менее, он играет так, то он разлагает так, ну, тебя на корте. Потому что я видел матчи, когда он там ходит, там, что это, потом раз там укороченный, там, свечка, там и так далее, и ты уже не знаешь, там, куда делать. А ему-то подходит, там, ну, то есть, ему подходит, там, разговаривать, там, между розыгрышами, там, с тренером, там, чего-то там ему рассказывать, там, матюкаться и так далее. Ну, то есть, для кого-то это не подойдет, кто-то ходит, там, с каменным лицом, там, ну, это все очень такая тонкая материя, очень высокий уровень, которому научиться. Ну, да, ты можешь этому учиться, но это тоже должно быть дано. То есть, в большей степени, вот, ты думаешь, что ментальная подготовка, ее можно обучить на какую-то степень. Да, да, уверен, 100% уверен. Но в основном это формируется просто в человека. Да, это есть, есть какая-то закалка, это с детства, например, тоже ведется от родителей, да, допустим, какие-то, может, ситуации, там, да, психология. Но то, что каким-то базовым или даже чуть более базовым психологическим, там, штукам, 100% это обучаемо. Другой вопрос, как это игрок воспримет или сможет он это применить, это уже другое. Но я считаю, что психология это тоже обучаемо, как и техника, так же, как и, там, физподготовка и так далее. Будут ли играть твои дети? Я знаю, что играют дети. И чье это решение, как бы, такое ли, как у тебя это было, просто взяли ракетку, били об стенку? Или это чуть-чуть уже по-другому? Не, это по-другому было. Да, сын Тимофей, ему 7 лет. Слушай, дети сейчас другие, не такие, как, они все уникальны, во-первых. И, во-вторых, уже чуть-чуть другие времена, гаджеты и так далее, это все понятно. Мне бы, да, мне бы хотелось бы, чтобы он играл, мне бы хотелось бы, чтобы он играл на каком-то уровне достойном. Я не знаю, это будет, там, ATP и так далее. Понятное дело, я не кривлю душой, да, мне хочется, чтобы он, там, чемпионом был и так далее. Но я понимаю реальность, как бы. Но самое главное, мне бы хотелось, чтобы я не был безумным родителем. Я, у меня не всегда это получается, когда я смотрю на его тренировки. Я им не занимаюсь, у меня просто, ну, нету времени, честно. Да и он особо не слушает, ну, наверное, не воспринимает меня и так далее. Нет, это не так, это на самом деле просто не воспринимается тогда, когда это свое. Ну, да, вот. И я бы не хотел быть безумным родителем, это раз. Я бы не хотел травмировать его психику, как бы. Но в то же время я пытаюсь какими-то способами его, там, мотивировать, да. И сам знаешь, что самая лучшая мотивация для детей, это мы сами. Да. То есть он видит, что я там, где-то папа играет, где-то что-то выигрывает, привозит кубки. У него в комнате эти кубки стоят, не у меня, а не у него. Вот он, я говорю, куда поставим, он говорит, давай в мою комнату. Я так думаю, блин, да, прикольно, если он будет там просыпаться, условно будет видеть кубки. Хотя, наверное, он на это внимание не обращает. Он, когда просыпается, он сразу идет в iPad играть. Но в то же время, я думаю, это хороший пример тому, чтобы он видел их, чтобы это было перед его глазами. Вот, поэтому своим каким-то примером, своими результатами, это дополнительная для меня мотивация показать ему, чем, как можно себя реализовать. Какие-то другие способы. И понятное дело, что это не было его инициативой, естественно. Это было, ну, мое желание. Понятное дело, что я им дал ракетку в руки, иди на теннис. То есть, ну, это твой выбор, ты хотел, чтобы дети... Да, да, но, опять же, я повторюсь, я хотел бы в идеале, чтобы он был всесторонне развит. Вот, так же, как и мои родители, там, когда я ехал на турниры куда-то, я брал с собой учебники. Понятное дело, что там 10-11 класс я уже особо не учился, было тяжело уже, другой был, как бы, уровень. Но до 9-го класса я был отличником, я возил учебники с собой на турниры, я пытался что-то сдавать, когда приезжать. То есть, я, ну, меня родители тоже держали это все под контролем, я не мог отлынивать, скажем так. Но это мое, да, осознанное желание. Да, папа теннисист, ну, мне бы хотелось бы, да, чтобы он играл. Если бы можно было взять два качества у любых теннисистов, которых ты видел в своей жизни, какие бы это были качества и какие это были бы теннисисты? Прием, Джоковичи. Давай, пусть, подача Иснера. Если бы можно было пережить один день заново в твоей жизни, какой бы это был день и что бы он мог изменить в твоей карьере? Или жизни в целом? Рождение ребенка. Ты пережил его просто заново? Да, нет, я надеюсь, что будут еще дети, что я его еще раз переживу. Нет, я имею в виду, если ты мог вернуть время назад. А, вернуть и что-то поменять? Вот в один день сделать одно событие, не прийти к этому тренеру, ты переиграть этот матч. Уф, хороший вопрос. Есть ли матч, о котором я жалею? Сто процентов есть, сейчас дай подумать. Лейтон Хьюитт, кубок Дэвиса, пятый решающий матч в Австралии. Я проиграл 3-0 по сетам. Вот я бы его переиграл. Я бы... Сыграл его заново? Да, да. Мы вели 2-0. Мы никогда командой не были в полуфинале Кубка Дэвиса, мы были через финал, это наше высшее достижение. И мы в гостях вели 2-0. Это могло стать победным очком? Да. И в итоге команда проиграла? Да, да. Вот тот бы матч я бы переиграл. И то же самое было плюс-минус такое же против Сербии. Я проиграл решающий матч в Троицке. То есть это такие обидные поражения. Я командный игрок, для меня это важно. И я их тяжело переживал. Да, да. Эти 2 матча такие больные. Больные. Самый красивый матч, который ты видел в своей жизни теннисный, одиночка? Слушай, в последнее время, честно скажу, не смотрю теннис практически вообще. То есть я смотрю, я не буду спорить, я смотрю практически очень много хайлайт. 5 минут чего-то. Но вот сесть и посмотреть от А до Я без шансов. Это нереально сделать. У меня ноль интереса в этом. Это нереально сделать. У меня реально ноль интереса в этом, я честно скажу. Но, допустим, крайний финал Умблдона, Джокович Алькарас. Четвертый, пятый сет я посмотрел полностью. Первые три, первый я пропустил. И, честно говоря, до тайбрейка второго я не смотрел, потому что я был уверен, что Джокович его выиграет. Ну, я имею в виду не тайбрейка, а матч в целом. Да-да. То, что я ставил на 3-1 Джокович по сетам. То есть я не надеялся. Но когда появилась интрига, ну, меня это заинтересовало. И плюс это было в Бостоне, был дождь. То есть тренировок не было, ничего не было. Я посмотрел эти два сета. Ну, крутой матч, очень крутой. Мне очень понравился. Это матч в твоей памяти? Да, да. Он самый свежий, допустим, но и он достойного качества. Ты просто говорил, что Сафин твой кумир. Ты не видел матч Сафина? Сафин на Федерер. Да, это тоже крутой матч. Но просто я же говорю, это то, что самое свежее. Если бы не теннис, то? Не знаю, мне почему-то все время казалось, что я бы мог быть каким-то спортивным функционером. Чего-то, какой-то спортивный менеджер, чего-то там. С организаторской способностью, спортивным управлением. Мне кажется, могу ошибаться, но мне казалось, что это со спортом связано по-любому. Потому что спорт мне всегда был интересен. Не только теннис, я за многими видами спорта, особенно когда в детстве и так далее. Я очень много смотрел. Поэтому мне кажется, что это спортивный функционер. Что-то такое. Ну и последнее. Теннис для тебя это. Одним словом. Работа. Это моя работа сейчас. Все? Спасибо. Вот я закончил долгожданное интервью, которого мы добивались полгода. Не потому, что нам отказывали. Просто такой график у Саши, у нас сейчас достаточно тяжело это было сделать. Это было очень интересно. Не знаю, очень приятно даже эмоционально для меня. Увидеться, обсудить такие вопросы, узнать много нового даже из того, что я не знал о его судьбе, карьере. Ставьте лайки, не знаю, дизлайки, пишите в комментариях, что узнали нового в этом интервью. Да, всем спасибо за просмотры. Надеюсь, их будет очень много. Рад был увидеться, пообщаться. Не старейте на корте. Продолжение следует...